это был наш первый случай случай был очень неоднозначный достаточно сложный и достаточно страшный потому что работать такой инфекции нам пришлось впервые начиная с марта месяца 2020 года наша клиника была полностью перепрофилирована кроме народ дома и в течение первого периода к вида до июля месяца мы работали как ковидная клиника период был очень сложный и мы не были готовы к такому потоку пациентов мы не были готовы к такой напряженной работе но несмотря на это в течение двух трех недель мы увидели насколько быстро изменяется отношение к этой проблеме насколько быстро наша и промышленность которая делала средства индивидуальной защиты и другие организации вошли в этот режим работы ну и конечно хотелось бы сказать огромное огромное человеческое спасибо всем организациям и людям которые не относились к системе здравоохранения которые участвовали всем чем могли когда мы начали подводить итоги года мы увидели что в бюджет клиники от простых людей от организации ступила достаточно много помощи конечно это на первых порах была очень огромная помощь у нас хирургического профиля много отделений микрохирургия глаза гнойная хирургия гинекология хирургическое отделение конечно им было достаточно сложно они не терапевты но у нас были созданы бригады в которую входил обязательно терапевт и обязательно врач анестезиолог и лимбатолог которые два раза в день утром и вечером делали обходы в этих отделениях появляли пациентов более тяжелых и конечно нашим специалистам хирургического профиля было проще но я думаю что они вам об этом смогут рассказать с нами здравствуйте это отделение гнойной хирургии которая у нас тоже и в первую во вторую волну работала на ковид пациента заведующий отделением Александр Николаевич Моклин он возглавлял эту всю работу было сложно но сейчас они вышли в обычный режим с новыми планами с новыми желаниями поэтому я думаю что он вам расскажет подробнее пойдемте покажу вам как у нас больные лечились и в каких условиях они находились ну вот мы заходим в палату в которой находились наши пациенты с ковид инфекцией можете видеть такие вот консоли которые имеются абсолютно в каждой палате поэтому и в первую волну коронавируса когда мы работали как инфекционное отделение не отделение гнойной хирургии и во вторую волну коронавируса у нас все пациенты были обеспечены кислородными точками какой-то стресс присутствовал почему потому что все таки мы врачи хирурги привыкли обычными делах хирургическими пациентами но все мы учились одинаково учились в одном институте хирурги привыкли справляться стрессами любой ситуации и конечно буквально один-два дня вошли в обычный режим работы и сложность была в том что эта болезнь была неизвестна она была неизвестна как для врачей она была неизвестна как для пациентов начале пациента был какой-то страх они боялись как будто друг другом контактировать боялись какой-то вот это вот казавшиеся заразности много пациентов мы поправились у нас пролечено определение около 700 человек с кубик инфекции белорусские врачи зарекомендовали себя очень достойно потому что у нас не было проблем как по маленькие так и по-другому чтобы у нас не было кое-что чтобы у нас не было в отделениях и анимации каких-то необходимых предметов и я могу сказать что мы все забываем что мы социальная сфера и все что у нас есть все те средства которые нам выделяют это выделяется средства государства поэтому все суммы которые мы тратим тратили и будем тратить на этих пациентов для того чтобы они могли жить хорошо жить без каких-то осложнений они колоссальны в осенние протоколы входили препараты которые стоимость которых достигала тысячи долларов флакон и на базах учреждения эти препараты всегда были если в среднем посчитать если человек получал даже два флакона а получал он кроме этого это препарат тоцерезумак а кроме этого он получал низкомолекулярные фраксипарина достаточно дорогие то средняя сумма на лечение таких пациентов была около двух с половиной трех тысяч долларов долларов наша клиника пролечила за год около пяти тысяч пациентов с ковид инфекцией поэтому когда скептики многие говорят что система здравоохранения не справлялась или у нас отсутствуют какие-то средства или еще что-то и государство не оказывает поддержку но я всегда говорила придите к нам я приглашала в апреле месяце когда люди говорили да ничего нет средств защиты нет никто не помогает я всех приглашала приходите к нам мы вас один мы вам покажем как оказывается помощь но никто не пришел поэтому я считаю что говорить можно всегда отделы делать только правильные настоящие и умилые люди мы находимся в отделении реанимации интенсивной терапии 3 клиники это отделение которое как и во всех учреждениях работал самой огромной нагрузкой самыми тяжелыми пациентами это дмитрий дар юбичковский заведующий отделением который был награжден государственной наградой он заслуженный врач республики беларусь по итогам работы с ковид пациентами здесь был специально оборудованный шлюз для того чтобы перекрыть все отделение где проходили пациенты обрабатывались сотрудники обрабатывались когда больница перешла в режим чистой больницы появилась необходимость для того чтобы принимать как чистых пациентов так пациентов с подозрением гипоскови поэтому произошло первое шлюзование выделения то есть отдельных коев для пациентов с подозрением пациентов которые поступают даже на уровне отъемных покоев в тяжелом состоянии перевести и транспортировать которых не представляется возможным либо угрожает их жизнь вот такой шлюз создан здесь он конечно более маленький более мобильный такой потому что задействовано меньше количество сотрудников здесь каталочка все приезжают респираторы всех врачей медсестры работают отчаяние это не то что является поспорим реаниматологом к сожалению мы люди такой специальности если отчаянется реаниматологи то отчаянется медицина вы же понимаете когда все начиналось мы слышали первый раз по телевизору где-то в китае никто не думал что у нас потом европа потом потом пришло к нам была какая-то неопределенность никто не знал интенсивность распространения интенсивность поражения классику клинической картины пациентов течение этой болезни очень трудно подсказать два ситуация когда человек 39 лет приходит лечить своими ногами в больницу еще закатывается лечение условиях реанимации что называется еле-еле помогли бывают люди семьдесят девять лет которые лежачи приехали носилков и выписались живут по сегодняшний день мне основной была пациентка женщине 79 лет на нас пролежала 31 день 79 лет но эта женщина она хотела жить у нее было желание жить у нее была вера она пролежала у нас 15 дней в реанимации ну как мы говорим сейчас она себя вылежала то есть главное в этой болезни это правильное положение тела для того чтобы легкие дышали и вот бабушка ушла от нас и через два дня у нее было 80 лет после выписки конечно видеть эти глаза человека видеть родственников но это наверное счастье любого врача в нашей клинике было очень много молодых специалистов молодые ренематологи молодые хирурги средний медперсонал те кто к нам пришел просто на практику и наверное для них это был самый большой опыт потому что они поняли что они выбрали правильную специальность они видели как они помогают людям и наверное даже моя опора была больше на молодых специалистов и на молодых сотрудников это была проверка просто на прочность на стрессоустойчивость потому что в экстренном порядке приходилось вспоминать все что преподавали в университете в экстренном порядке приходилось искать новую информацию ее изучать воспринимать даже заново приходилось находить подход с пациентами потому что это не наш профиль но со временем все стало колею со временем все стало даже как родное Можно сказать, поэтому да, все получилось Вторая волна была несколько другой Во-первых, она была более спокойная В плане спокойствия не только врачей, но и в плане спокойствия пациентов То есть не было ажиотажа, не было такого воздействия на медиков, которое было раньше Но тем не менее, сама по себе болезнь стала несколько другой Стало больше молодых пациентов, которые к нам поступали Пациенты поступали не в более ранние сроки, несколько попозже Больше пациентов было с кислород нуждающихся, кислород зависимых пациентов Но тем не менее, не сказать, чтобы эта волна катастрофически отличалась от первой Вторая волна нам далась намного легче И психологически легче, у нас уже был опыт, во-первых Во-вторых, отработанная тактика, методики были отработаны Схема новая по лечению этих пациентов оказалась значительно эффективнее Пациенты быстрее поправлялись, лучшими результатами Знаете, этот год был тяжелым Тяжелым действительно, он настолько тяжелым Но с другой стороны, он показал, насколько наш коллектив смог объединиться Чтобы противостоять именно вот этому напряжению Которое было во многих сферах В том числе, конечно, с COVID-инфекцией Но мы справились Год был скоротечным Год был невероятно интенсивным И, наверное, я бы сказал Та вот коммуникабельность и то количество даже наших коллег Которые в этой клинике работают Они стали просто для меня как одна большая семья Он перемешал планы всем Все равно это опыт, это большой опыт От себя зависит жизнь человека по большей части И ты как врач, именно как специалист Ну, не имеешь права опустить руки И ты должен сделать все, чтобы помочь Человек – это царь Почему царь – природа? Все думали, пересмотрели свои взгляды Пересмотрели поведение, в конце концов Пересмотрели Пересмотрели все Этот мир полностью поменялся Поменялись приоритеты, поменялись Закрылись границы Поменялось отношение людей И ценностям А не пересмотрели Пересмотрели на все Я сам немножко переболел Спасибо Артемию, который мне учили Дальше еще не хватает воздуха Пересмотрели все ценности Поэтому этот год Он должен консолидировать людей, нацию, человечество Ну и здраво отнестись, наверное, к себе С одной стороны, это был очень сложный год Это год был полный Ну, наверное, у кого-то разочарований Наверное, у кого-то достаточно стрессовая ситуация Но в целом этот год, наверное, должен был быть И должен был быть не только у нас в стране, но и в мире Потому что именно сейчас мы поняли Насколько может слаженно, правильно и грамотно работать система здравоохранения Которая сохранилась у нас до сих пор Вот эта вот вся логистика, стационарная Санэпидслужба, где было четко продумано Как, какие пациенты, контакты Конечно, нагрузка была колоссальная Но, тем не менее, мы с ней справились И, наверное, опыт, тот, который есть И те перспективы, которые могут быть Они все-таки в ближайшие несколько лет В ближайшую пятилетку Они полностью изменят нашу систему здравоохранения Санэпидслужба